здравствуйте коллеги с вами саков роман компания брался и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня понедельник поэтому мы как всегда обсудим а те события которые были фокусе внимания на предыдущей неделе что нам ожидать на этой неделе разберем ключевые и важные события которые влияли на рынок ну а прежде чем и начнем не забудьте поставить лайк этому видео если оно вам нравится вопросы как всегда оставляйте мне в комментариях а и так сегодня ключевые темы которые мы обсудим это g7 g7 заседание которое было в минувшие выходные и где шла речь как раз о смене именно реформы в сфере налогов до которые могут затронуть ключевые компании также мы поговорим о том какие данные были опубликованы по количеству созданных рабочих мест прошлую пятницу как это повлияло на рынок и собственно что дальше ждут от фрс а участники на рынка а начнем как раз заседание g7 соответственно здесь важно обратить внимание на то что как раз ключевой вопрос до который обсуждался это реформа налогов для международных компаний да то есть таких крупных компаний как facebook amazon apple и так далее а собственно здесь идет речь о том чтобы повысить налоги да я напомню что предыдущим посыл который был у байдена это увеличить налоги до порядка 21 24 процентов а в данном случае речь шла о 15 процентов и в целом в целом участники как раз большой семерки об этом договорились то есть там были все все ключевые страны которые соответственно входят в данный совет понятно что ключевые компании которые могут затронуть это американские компании но сейчас они уже принципе вышли за рамки того что они являются только американским для то есть они работают везде и представлены практически во всех странах поэтому здесь этот момент бессловно может затронуть как раз и ключевые компании которые на которых отразятся эти дополнительные налоги но в тем не менее это будет уже общий подход до общий подход с точки зрения международного регулирования и меня уплаты налогов ну да чуть меньше чем сначала хотел байден но тем не менее то есть этот момент тоже очень важно поэтому здесь как на это отреагирует компании уже дальше будем смотреть но в любом случае для компании это будет не самое приятное потому что налогов нужно будет платить больше возможно это отразится на конечном пользователи и какие-то услуги могут стать дороже а также на прошлую пятницу тот показатель который мы ждали это публикация вновь созданных рабочих мест вне сельского хозяйства который был опубликован данные были опубликованы лучше чем месяцем ранее и давайте посмотрим уже непосредственно ключевые цифры на ключевые значения безработица упала до 5 8 процентов с 6 1 то есть это позитив было создано новых 559 тысяч рабочих мест это было сделано в мае ключевая инфляция выросла до четырех и двух процентов собственно что в данном случае важно важно то что рынок пока восстанавливается не так быстро но растут зарплаты люди начинают получать больше а рост зарплат это безусловно также а инфляционные риски до инфляционные опасения которые ждут как раз инвесторы от того что будут делать как раз фрс я напомню что ключевое событие направлено на обсуждение как раз дальнейших шагов пройдет 15 июня и фрс расскажет о своих планах расскажет о том как они планируют и плане когда они планируют там повышать ставку и вот тогда уже рынок сможет оценить да то есть и действия которые будут происходить в целом те данные которые вышли их можно с одной стороны до безработица восстанавливается но рост инфляционных опасений он также довольно таки высок поэтому на следующей неделе это пройдет заседание у нас также будет отдельный вебинар который будет посвящен разбору уже после папу факту того что скажет фрс мы проведем этот вебинар 16 июня ссылка на регистрацию также сегодня появится на нашем сайте что еще важно давайте посмотрим что у нас какие события ожидаются на этой неделе с точки зрения календаря и в целом понедельник у нас довольно таки спокойный во вторник выйду данный по ввп еврозоны также будет опубликовано число открытых вакансий по рынку труда сша в среду будет опубликованы данные по запасам сырой нефти также будет решение процентной ставки по канаде здесь пока ожидается без каких-либо изменений в четверг достаточно большой пакет данных из еврозоны в основной данные по процентной ставки здесь пока также ожидается а без каких-либо серьезных изменений ну и в пятницу выйду данные по великобритании то меня производство обрабатывающей промышленности ввп ввп помесячный и по квартальный да то есть в целом недель довольно таки спокойно но опять же сейчас рынок больше обращать внимание не на те события которые у нас выходят до стандартно а именно то как будет действовать себя мне фрс ну и в том числе европа теперь давайте посмотрим что у нас происходит по ключевым инструментом начнем мы с как стас евро доллара евро доллар корректируется от тех максимальных значений которые мы видели в мае до отметка 12267 скорректировались пятницу как раз до области 121 но после публикации данных мы вновь увидели ослабление американского доллара соответственно евро здесь подрос но пока пока мы здесь видим как раз сохранение коррекционного нисходящего движения который у нас начался на прошлой неделе поэтому даже тот скачок который был в пятницу а вполне возможно что он будет отыгрывать сегодня и если цена сможет закрепиться ниже минимальные значения которые были сформированы как раз а в пятницу то вот эта нисходящая формация она получит еще одно дополнительное подтверждение поэтому пока евро снижается ну и соответственно мы видим пока коррекцию по американскому доллару американский доллар укрепляется а похожая картина по британской валюте здесь как мы и предполагали британской валюты не смогла закрепиться выше максимум которые были как раз сначала у нас в январе затем мы подходили к ним в мае и вот был еще один подход как раз на прошлой неделе с уровня 142 20 мы скорректируем собственно сейчас пока а с точки зрения часового таймфрейма у нас сохраняется коррекционно нисходящее движение на текущий момент поэтому вполне вероятно что коррекция по британской валюте может быть в область 1.40 или даже 1.39 и 1.38 если мы скорректируемся в эту область то там как раз будет интересной точкой для того чтобы подобрать а по данным по данной валютной паре соответственно если смотреть другие инструменты это у нас пара американский доллар канадский доллар здесь также пока продолжается движение нисходящее но мы видим небольшой отскок до небольшую коррекцию которая сейчас наблюдается опять же с прошлой недели и сейчас опять же мы перешли больше уже фазу роста данный текущий но пока это контр трендовые движения поэтому здесь ждем где будет остановка вполне вероятно что до уровня 1.22 пара американский доллар канадский доллар может корректироваться затем уже имеет смысл рассмотреть как раз поиски точек входа на продолжение как раз нисходящее движение но опять же если фрс нас ничем не удивит вполне возможно что ближайшие пару недель пару месяцев можем видеть и разворот тренда и меня картина может поменяться к этому тоже нужно быть готовым а пара американский доллар японская иена на прошлой неделе мы видели скачок вновь к области максимальной значений которые мы видели также марте но не добили мы до этих уровней сейчас мы немного корректируемся в целом пока общий настрой сохраняется восходящие по крайней мере с выберем картину последние там двух месяцев и сейчас цена несколько скорректироваться опять же если перезаходить на покупки то скорее сюда нужно подождать я чуть ниже эту коррекцию потому что мы скорректировались в пятницу как раз до области поддержки которыми видели 1 июня если уйдем на ниже данных уровней то коррекция может быть более ощутимой вполне вероятно что на область 108-107 50 мы еще сможем прийти по паре австралийский доллар американский доллар здесь на все больше также просматривается боковик до боковое движение а в пятницу в четверг и пятницу мы торговались в области 76 45 это как раз минимальные значения которые мы видели в апреле дамы от этих уровней отбивались в марте и также феврале а неплохие уровни для того чтобы перезаходить но опять же пока здесь мы не видим устойчивого закрепления выше данных уровень то есть мы видели в четверг резко упали в пятницу резко откупили собственно нужно увидеть то как рынок оценивает вот текущее положение дел уже после публикации данных соответственно если сегодня движение вниз продолжится то вполне вероятно что в области там 76 мы можем еще раз опуститься до этих уровней тогда уже рассматривать вход а на продолжение роста в целом нас тренд сохраняется восходящий данный текущий момент но подбирать подбирать австралийцы интересно как раз где-то из области 75 60 или даже чуть ниже по новозеландцу картина она достаточно похожа здесь принципе область поддержки нас находится в районе 70 но я между 0,7 сотых соответственно если мы скорректироваться в эту область то опять же оттуда было бы интересно перезайти как раз на продолжение на восходящего тренда а золото золото после того ралли который мы видели последние пару месяцев несколько скорректировалась как раз последнее на прошлой неделе мы увидели падение в область 1855 но скорее всего здесь коррекция она была уже ожидаемым мы удержались в области поддержки поэтому здесь я для себя буду рассматривать то есть пока у нас сохраняется нисходящее движение да то есть важно это отметить но вопрос где она становится то есть собственно здесь мы можем еще опуститься в область 1840 1800 ровно и вот уже оттуда вновь начать расти потому что золото как актив защищающий от инфляции в этом случае тоже может быть интересен для инвесторов и вот так техническая коррекция которая прошла на этой неделе она может закончить поэтому здесь лично я для себя жду остановки вот этого коррекционного движения и дальше уже буду рассматривать возможности перезайти в золото ключевые индексы dax показал новый максимум да опять же здесь пока перезаходить в рост не имеет смысла мы находимся на локальных максимум ждем коррекции и как только эта коррекция произойдет уже можно будет в даст перезайти а вот и сын при 500 немного до локальных максимум не добил но тем не менее мы торгуемся по вблизи максимальной значению что собственно говорит о том что рынке пока чувствую себя довольно таки неплохо но опять же много будет зависеть от того что скажет фрс на заседание который будет на следующей неделе 15 июня если мы говорим о нефти по нефти нефть марки brent опять же дуб доросли мы до локальных максимум которые вы видели как раз марте немного при тормозила 100 тот рост который был сейчас торгуемся по 71 38 опять же вблизи этих уровней еще одна коррекция вполне может быть но если мы уйдем выше отметки 72 то тогда я после еще одной коррекции тогда мы сможем видеть продолжение роста как раз нефтяных активов поэтому здесь тоже нужно за этим моментом следить опять же перезаходить сейчас в рост мы надо торгуемся по локальным максимум то есть все таки это интересно делать из области там 63 64 если произойдет коррекция до джонс немного не добивая пока до локальных максимум потом здесь пока остается довольно таки неплохой запас роста для того чтобы продолжить как раз вот это движение ну и по nasdaq у тоже да здесь остается еще определенный запас но пока компании из сектора высоких технологий пока находится под давлением а как я и обещал также расскажу о том какие акции я добавил свой инвестиционный портфель как всегда у нас начался новый месяц но и собственно на прошлой неделе к себе в портфель я добавил акции компании биаком а собственно меня почему я это сделала ну во первых я предпочитаю искать все-таки компании которые недооценены рынком да мы понимаем что вот на всей этой истории которая была с фоном арчегаса да что эту компанию покупали с плечом до довольно таки активно и как раз на этом фоне а мы видели ростом в двадцатом году двадцать первом году собственно до уровней практически в 100 долларов за одну акцию сейчас мы торгуемся в районе 40 но опять же если смотреть по показателям то компания выглядит довольно таки неплохо опять же по тем ценам которые у нас сейчас тогда да в марте она выглядела ну так или иначе перекуплено сейчас вполне вероятно что рынок это может переосмыслить и я для себя ну как раз такую акцию которая просела дамы немного постояли боковике мы не увидели как раз больше более сильного движения которое мы увидели там в мае в июне а именно собственно сейчас по показателям у них хорош пире еще хороший price to sell с компания при капитализации в 27 миллиардов генерирует выручки практически 26 миллиардов ну чуть больше и выручка 2 и 6 миллиарда то есть компания по мультипликатор выглядит неплохо плюс плате дивиденды и плюс по это пл3 еще то есть компании из прибыли выплачивать всего лишь 20 процентов есть куда я также платить дивиденды поэтому вот ну на этом фоне в эту историю я тоже решил зайти потому что сейчас очень много компаний до которые перекуплены и которые там находится по локальным максимум и конечно есть отдельные истории которые опять же довольно таки неплохо просели но у меня в портфель я уже подбирал там ряд других компаний об этом я расскажу наверно в следующих тоже выпусках а сделал обзор своего портфеля да и что там в целом происходит но вот еще одна компания которую я для себя добавил зашел здесь стандартным риском вот потому что здесь но опять же если будет еще какая-то коррекция там в район 30 дату я здесь еще бы пару акций этой компании для себя докупил а ну что ж коллеги в целом неделя неделя спокойная с точки зрения тех событий до которые у нас идут в стандартном режиме в стандартном календаре но мы следим за фрс да тут мы ждем что нам скажет пал на следующей неделе именно вот уже тогда возможность и вероятно повышение процентных ставок до в двадцать первом году в двадцать втором году она может может присловно принять привнести на рынок коррекцию которую многие опять же уже ждут да но в целом пока рынок выглядит позитивно но на сегодня это все не забудьте поставить лайк этому видео снова понравилось вопросы как всегда оставляйте в комментариях с вами был саков роман компания бралс и увидимся на следующей неделе всем спасибо за внимание и до свидания